Мухтар, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Ну вот, что касается возможности того, что следующим может стать Казахстан, поскольку он и близок, и русскоязычное население есть. Да и, собственно, знаете, если не удастся в что-нибудь в Украине, то всегда можно найти кого-то другого и на нем отыграться. Я этот тезис не воспринимаю и не принимаю. Я, в общем, просто аргументирую. Надо смотреть на голые факты. Есть Евразийский союз, так называемый таможенный союз, в котором три ключевых государства. Номер один – Россия, доля которой в этом таможенном союзе более 90%. Для сравнения я могу сказать, что Германия, Евросоюз занимает 22%. То есть здесь абсолютно подавляющая доля России, первая. Второй идет – Казахстан, и третий идет в два раза меньше экономика, чем у Казахстана – Беларусь. То есть Казахстан – ключевой партнер, точнее говоря, вассал Путина. Почему так? Потому что когда дело касается Беларуси, здесь безусловно, и любой украинист скажет, что Путин не будет нападать на Украину, в смысле на Беларусь. Потому что она уже его оккупировала, потому что белорусский народ, безусловно, в большинстве своем поддерживает украинцев, Украину, но они ничего не решают, все решает Лукашенко вместе с Путиным. То есть здесь, безусловно, я думаю, что никто этого не будет оспаривать. Это принимается с территории Беларуси, организовываются военные атаки и так далее. Теперь по Казахстану. Ну, представьте себе, когда вот такого рода рассуждения идут, они нарушают любую логику того, что существует на данный момент. А именно, Казахстан, вторая по экономике страна, находится в евразийском сообществе. Она член ОДКБ. Объем торговли номер один, впереди Китая. Транспортировка нефти свыше 93% идет по территории России. Свыше 90% грузов и импорт-экспорт идет по территории России. Воздушные пространства по соглашению между Казахстаном и Россией контролируются Россией. Ну, и давайте просто посмотрим факты. Нынешний президент такая сказал, мы не считаем Крым агрессией. То, что произошло, то произошло. Я слышал, как недавно здесь предыдущие комментаторы говорили о цене. Я давайте другие факты приведу. Ваш известный журналист Янина Соколова комментировала. И когда такая сказал, мы не считаем это агрессии. Посмотрите все предыдущие голосования в ООН. В частности, когда ООН выносил резолюцию на подпись, чтобы российская армия покинула территорию России, Казахстан голосовал против этой резолюции. И если все эти резолюции посмотреть, это прямой не то что союзник, это вассал, который голосует даже в более крайней позиции, чем Беларусь. Просто здесь нужно осознать, что Казахстан другая задача. Если Беларусь предоставляет свою территорию для военных действий против Украины, а у Казахстана другая задача. Задняя дверь для обхода экономических и политических санкций против России. Сам Докаев публично заявлял на конференции в России, что Казахстан бывшая часть Российской империи. И обращаясь к Путину, предложил усилить свое присутствие в Казахстане. У наших граждан это вызвало огромное возмущение. Что касается поддержки наших граждан. Я уверен, что большинство, безусловно, поддерживает. Ну, когда большинство, я могу уверенно сказать, процентов 60-70. Но очень много, минимум 30%, я скромно скажу, которые являются жертвами российского телевидения. И, собственно, еще психология, они до сих пор являются колонией России. И они поддерживают Путина. И поэтому, когда говорят, что вот граждане Казахстана там, точнее, наше политическое руководство якобы, чтобы соответствовать и востребованному протесту наших граждан, проводят ту или иную политическую линию якобы, я хочу сказать, что в авторитарных системах граждане вообще никакой роли не выполняют. Как и в России, так и в Казахстане. Верхушка поддерживает свою власть на шляхах. И я хотел бы, кто забыл, напомнить, что в январе прошлого года, когда несколько сот тысяч человек вышли на протесты, мирные протесты по всему Казахстану, они были тотально расстреляны. Тысячи людей погибло, официально 238 человек. И в этом участвовал Путин. И нет никаких войск ОДКБ. Есть войска России. Потому что ОДКБ, это Армения, 70 солдат, 200 человек прислала Беларусь. И по 7 человек, это Кыргызстан и Таджикистан, по-моему. Все. ОДКБ, это Россия. И мы здесь никогда не можем сказать, что Путин, например, враг Северной Кореи. Северная Корея друг. И когда приводится пример, что якобы Казахстан не поддержал, насчет ДНР и ЛНР сказал, что мы не признаем. Но это было и при Назарбаеве. Это говорил и Иран. Иран даже более радикальный, чем Казахстан. Он не признает, что Крым принадлежит России. Но, тем не менее, шахиды Ирана атакуют Украину. Вовсю. И мы знаем, что идут такие поставки. Что в этой связи я хотел сказать. Еще голые факты. Казахстан в прошлом году купил российский Сбербанк. Сумма сделки не оглашается, но я вам скажу, сумма сделки свыше 2 миллиардов долларов. Потому что капитал российского Сбербанка 900 миллионов долларов. 300 миллионов долларов они получили дивиденды. На 730 миллионов долларов был куплен кредитный портфель банком Назарбаева, Халыкбанк. И Сбербанк России купил государственную компанию. Деньги были выделены из бюджета страны. Вот вам голые факты. Свыше 2 миллиардов долларов заплачено Путину. Дальше. Еще факты. Ваша украинская разведка в газете «Ля Република» четко объявила, что Казахстан импортировал те товары, которые ранее в таких объемах не импортировал. Более того, он осуществил реэкспорт в 101 в России. Эти комплектующие, они работают на военную промышленность России. Что это значит? Это значит, это системы управления для умных снарядов, для ракет. Это заявила ваша разведка. Это не я говорю. Это официальные данные. И объем поставок в 200-300 раз. Не в 2-3 раза, в 200-300 раз превысил то, что когда-либо каким-то образом осуществлялась поставка. Я вам говорю, голые факты. Поэтому, когда говорится, что якобы Казахстан вдруг какие-то там гуманитарные поставки поставлял, хочу я вам следующее. Как человек, который участвует в различных организациях протестов, были поданы десятки заявок на организацию митингов поддержки Украины. Ни одна заявка не была удовлетворена. Более того, сотни активистов были арестованы, посажены в тюрьмы, оштрафованы. Я вам говорю, голые факты. Теперь вы, конечно, зададите вопрос, а как же так быть с тем, что якобы Казахстан вроде как бы друг, такие слова сказал, Киасаян я сейчас слышу и так далее. Я хочу сказать, что это очень простая и примитивная игра. Когда Казахстан покупает Сбербанк России, начинается скандал. В это время, якобы, такие люди, как Киасаян или какие-то депутаты делают заявление, мы отъедим северной территории. Так было с зерном. Когда казахское судно тащило зерно с Азовского моря, когда обнаружили, что это казахское судно, сразу пошли претензии якобы по трубопроводному консорсуму, где поставляется нефть, якобы затормозили. И чего не затормозили, по первому полугодию объем экспорта нефти по территории Казахстана на 12% был больше, чем в 2021 году. Дальше еще вам буду факты говорить. Денежные переводы. Денежные переводы в сторону Казахстана увеличились почти в 6 раз. Беспрецедентно ни одна страна СНГ не может сравниться по объему переводов в 6 раз. Все эти деньги пошли на физических лиц, и далее шел реэкспорт, серый импорт. Вот я вам только перечисляю голые факты, и я хочу сказать, это вообще очень странно, когда страна диктаторская расстреливает своих людей сотнями тысячами. Вернейший союзник, даже не союзник, это вассал, казахский народ никакого отношения к этой власти не имеет. Власть живет отдельно в диктаторской стране, а народ живет отдельно. И поддержка большей части народа не имеет никакого отношения, и нельзя квалифицировать, что якобы Казахстан дружеская страна. Диктаторы сближаются с диктаторами. Махтар, Махтар, хорошо, вы знаете, то, что вы сейчас говорите, то, что интеграция полная, ну понятно, при доминировании Москвы, режим дружественный, который выполняет большинство, там, хотела Кремля, в принципе, у нас такое же было и в 2013 году. Потом вышли люди, вектор захотели поменять на западный, и началось. Вот такое возможно, по-вашему, в Казахстане, что вот, ну, пока вассал, да, а потом уже все будет по-другому, и будут излюбленным военным методом решать вопрос России. Украина исторически, даже с момента, как вот отделилась от Советского Союза, и более другая история, если посмотреть, она всегда отличалась от Казахстана. Всегда. В 93-м году, когда я приехал, да, помнится, в Киев, тогда с теми же флагами люди выходили на забастовки и так далее. У нас в Казахстане этого не было. Украина – это другая страна, она всегда пыталась сделать самостивные государства и так далее. Казахстан, к сожалению, колония. У вас всегда были партии, неважно, олигархически и так далее, была конкуренция. У вас ни один президент не обладал абсолютной властью, не было так, чтобы мэр города Киева, когда была оранжевая революция, я знаю вашего Сан Саныча лично, чтобы он стоял в первых рядах в толпе на площади и выступал против действующей власти. У нас в пять минут он по телефону скажет, будет арестован. Поэтому политическая система Казахстана и Украина, она отличалась в 2013 году и ранее. Для этого должны быть конкуренции, должна быть политическая позиция, которая в состоянии снести режим, как это было у вас. И только тогда, да, та воля большинства населения, она против Путина, против этой войны, они поддерживают Украину. Только в этом случае будет разворот именно так, как было в Украине. Сейчас пока действующий режим у власти, а это продолжение режима, это тот же самый человек, который изображает, что он якобы плохо расстался с Назарбаевым, еще подобного. Они в одной лодке, он продолжатель этого режима. Центральные улицы носит имени Назарбаева, университеты имени Назарбаева. Только город для вида поменяли, и все. Девять раз, кстати говоря, после конфликта, начала войны, точнее говоря, России с Украиной, девять раз Токаев встречался с Путиным, девять раз. И, например, осенью подписано соглашение, это приграничные области, на 6 миллиардов долларов Казахстан инвестирует в Россию. В январе уже отчитались, на миллиард долларов проект реализованный. Я просто призываю, чтобы трезво смотреть на вещи, все эти рассуждения об истории, голодоморе, они не имеют никакого отношения, надо смотреть на реальность. А реальность такова, что это вассал Путина, что это враг Украины, никакого захвата Казахстана не будет, потому что он уже захвачен, он уже лежит под Путиным. И, конечно, я честно скажу, у меня вызывает недоумение попытка какие-то выстрелить дипломатически, так называемые, отношения в условиях, когда президент Украины звонит Токаеву и побеждает его с победой на выборах. Выборы, как всегда известно, устраняются конкуренты, сажаются в тюрьмы, при этом поздравляется человек, который недавно, в январе, расстрелял сотни людей. Я считаю, что демократическая Украина четко имеет очерченные свои союзники. Это Европа, Великобритания и весь цилизованный мир по главе с Америкой. И поэтому в этих условиях никакого заигрывания не должно быть с Казахстаном. Потому что сейчас Казахстан помогает уходить от санкций. Вы знаете, что российская экономика прогнозировалась на уровне падения по прошлому году на 20-30% с всеми экспертами. Что мы в итоге имеем? 2,2% падения экономики всего лишь. Более того, российская экономика еще не успела перестроиться, адаптироваться по поводу этих санкций. На этот год Международный валютный фонд дал цифру, что рост экономики России будет, вдумайтесь, рост 0,7%. О чем это говорит? Что Россия обходит санкции, используя такую страну, как Казахстан. И никакого нападения не будет. У него просто задача помогать России. И надо четко расставлять акценты, знать, кто союзники, все ваши, то, что вас обманывают, юрты ставят и так далее. Это тоже вранье для того, чтобы ввести заблуждение. Я вам скажу следующее. Казахские послы ходят в Европарламенте, Евросоюзе, Бресселе, в Америке говорят следующие слова. Видите, мы Путина боимся. Видите, вот на нас он напасть хочет, а украинские эксперты это говорят, все говорят. Поэтому мы балансируем. Понимаете? Это ложь. Это попытка усидеть на двух стульях, помогая Путину. И они делают очень простую операцию. Вводят всех в заблуждение, уходят от санкций. И в этом году добьются еще роста экономики. Я призываю трезво смотреть на вещи. Нельзя говорить, что лидер Северной Кореи, друг демократической Украины. Ничем не отличается Казахстан от Северной Кореи. Надо трезво оценивать. И не пытаться самих себя обманывать. Ну, Ким Чен Ина зато стильнее прическа. Но если серьезно, если мы сравниваем Украину и Казахстан, ну, знаете, вот вы говорите про внутреннюю оккупацию такую, то есть везде Россия, Казахстан, ВАСАЛ. Ведь в Украине в 2013 году была и служба безопасности Украины, российский гражданин-агент, и министр обороны, и министр внутренних дел, и чего уж греха таить, президент. Очень важный фактор – это самосознание людей, в первую очередь, национальное. Национальная идентичность и понимание, что это твоя страна, и если там наверху, а вы разделяете верх и режим, и общество, если там что-то договорились, то мы с этим не согласны. Вот насколько вот это национальное самосознание, понимание, что Казахстан – это их страна, и она не является регионом России, сильно в нынешнем казахском обществе? Знаете, ситуация, к сожалению, более печальная, что вы там думаете. У нас, во-первых, недостаточно просто так думать, что мы автономны сами по себе, но достаточно еще важно, чтобы люди были готовы действовать. Наше казахское общество еще не готово действовать, потому что внутри политическая оппозиция сразу уничтожается, сажает тюрьмы просто за репост или что-либо еще. Поэтому, знаете, когда она находится под репрессиями, это общество, и еще не готово к сопротивлению, а украинское общество и при Януковиче активно выходило массово на многотысячные протесты. То же самое было при Буголе свободной ситуации, когда был Порошенко, когда тоже десятки тысяч выходили на улицы. В Казахстане только первый пример был в прошлом году. Но он был еще неорганизованный протест. Поэтому рано еще. Не надейтесь, что у нас общество такое вот сейчас выйдет, потребует, и режим развернется. Нет, к сожалению, еще общество не отмобилизовано. Вот такая вот ситуация. Мухтар, спасибо большое за такое вот очень отрезвляющее мнение и очень такую достоверную аргументацию, солидную аргументацию. Мухтар Аблязов, лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Ну что ж, друзья, это был Вечер Лайв.